Это была обувь танго-туфли, чтобы было удобнее танцевать. Так, дальше, 1930-е годы, осенью 29-го года на улице Уолл-стрит разразился банковский кризис, ставший началом мирового экономического кризиса. Ой, бедные девушки, они только начали жить роскошной жизнью, а ему уже пришлось дать заднюю, так сказать, и ослабить свои оковы. И пришлось это мамить. Роскоши осталась позади, и шло время практической и издержанной моды. Знаменитыми стали широкие плечи. Я так рада, что тогда придумали широкие плечи, потому что широкие плечи на девушке смотрятся нереально сексуально. Вот скажите, это правда. Вот костюмы мужского кроя, мускулиные вещи, широкие плечи на девушку смотрятся вот в тысячу раз лучше, чем на пацанах, вот честное слово. И я просто безумно благодарна людям того времени, которые это придумали. Так, пошли в ход длинные платья, пошли в ход длинные юбки, и тогда, до нового времени, купальники всегда были не раздельные, а слитные. И когда появились в 60-х годах раздельные купальники, мужчины так начали свою не пускать. Это просто такой был фурор. Потому что это начало заниматься в фильмах, и вот так вот мужчины сидели перед телевизорами. И девушки пытались быстрее похудеть, набрать форму, чтобы быстрее надеть эти купальники. Какие носили аксессуары? Хочу сказать, что в то время пришел френд не на дорогую одежду, а именно на хорошие, качественные аксессуары. Вот то же самое, как мы и сейчас с вами носим, девочки. Ну ладно, одежда пусть будет зарой, а сумка хочу луи битон. Это же правда, потому что мы с того времени, в принципе, и начали этот френд на хорошую, качественную обувь и сумки, то есть на хорошие аксессуары. А одежда, ну ладно, одежда, в принципе, сегодня есть, завтра ее нет. Какие принты появились тогда? Начали появляться такие принты, как горох, клетка, полоска. Горох очень соблазнительно смотрится на девушках, если вы замечаете, очень романтично, соблазнительно. И с 30-х годов он к нам пришел. Так, ну и роковые, 40-е годы. В 40-е годы, вы знаете, что было очень легкое время, и, к сожалению, пошел трек на милитарий стиль. Вы знаете, да, что такое милитарий стиль? Это мужской стиль. Тогда девушкам пришлось, к сожалению, выполнять обязанности мужчин. Девушкам пришлось быть мужиками в своем доме. И из-за того, что была квота на определенные камни, никому не давалось камни просто так. Девушкам приходилось перешивать мужские вещи на себя, и с того времени пришел в тренд стиль милитарий. На блузу давался один метр, на какой-то ветвый одежда давался 4 метра, поэтому девушкам приходилось как-то выкручиваться. И цвет хаки, мускулирная форма у одежды девушки начали переживать по стиме своих мужей. Вы можете здесь увидеть современные интерпретации милитарий стиля. Про ограничения я вам уже сказала, и давайте поговорим про основные элементы этого стиля. Основными элементами стиля милитария были платья-рубашки. Девушки не любили носить тогда платья, но если любили, то это были в основном платья-рубашки. Девушки любили носить костюмы. Они перешивали костюмы своих мужей. И из-за того, что тогда был дефицит кожи, в принципе, вообще все было в маленьких количествах. Девушкам пришлось шить обувь из пробковой подошвы. Так, аксессуары. Девушки-богачки, у которых были такие влиятельные мужья, до сих пор носили шляпы с большими полями, но те девушки, у которых не было средств, но у которых хотели выглядеть стильно, они надевали тюрбаны. В принципе, они были легкие в использовании, легкие в, как сказать, в использовании и в приобретении. И они еще очень тяжело стоили. И золотые 50-е. Девушки сказали, «Все, хватит из нас делать мужиков, мы хотим снова быть слабыми». Вы понимаете, что это дело? Девушки с ними останутся существа. То хочу быть независимой, то хочу быть слабой, то хочу быть независимой.